А мы продолжаем нашу программу. Наша коллега Анна Машкова готовится к свадьбе. Ох, ты как здорово. Но не к своей, как я понимаю, но это не важно. Дело в другом. Свадьба летом, а готовиться уже сейчас. Не рано ли? Совсем не рано. Я скажу больше. Это даже хорошо, если они успеют. А вот как готовиться к свадьбе и все успеть, и ни о чем не позабыть, наш следующий сюжет. Свадьба – это, пожалуй, самое красочное и приятное событие в жизни каждого человека. Поэтому так хочется, чтобы праздник получился действительно красивым и запоминающимся. Это довольно ответственное мероприятие, к которому следует заранее основательно готовиться, чтобы запомнить его в приятных хлопотах и чтобы приятные эмоции остались у всех приглашенных. Так на что следует обратить внимание при подготовке к свадьбе? В этом нам поможет разобраться ведущий праздничных торжеств Евгений Мартышов. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. Евгений, я вижу, что вы как раз обсуждаете детали предстоящей свадьбы с будущей невестой. Да, вы абсолютно правы. У Ольги этим летом состоится свадьба, и мы как раз обсуждаем, как правильно подготовиться к этому торжеству. А с нами вы поделитесь этими секретами? Конечно. После того, как вы подали заявление в ЗАГС, необходимо составить смету расходов на предстоящее торжество. Определиться, сколько вы готовы потратить на ведущего, на фото-видеооператора, а также на банкетное меню. Но ведь существует свадебное агентство, которое занимается подготовкой праздников и составляет смету, программу. То есть у вас... Согласен, но их работа тоже стоит денег, а многие в данной ситуации экономят. И что делают в подобных случаях? В 90% случаев молодожен уже знают хотя бы одного исполнителя, кто будет у них на свадьбе. Это ведущий, фотограф, видеооператор, может быть, даже оформители. Они всегда готовы помочь своим молодоженам, подсказать все самое необходимое, все самое нужное, на чем можно сэкономить. Ольга, подскажите, пожалуйста, почему вы обратились именно к Евгению? Два года назад Евгений проводил свадьбу у моей подруги. Именно тогда я поняла, что это тот ведущий, которого хотелось бы видеть у меня на свадьбе. Да, действительно важно понимать друг друга. Подскажите, пожалуйста, что вы сейчас обсуждаете? В данный момент мы подбираем зал для торжества. У нас нелегкая задача, нам нужно уложиться в 2500 на человека по меню, включая алкоголь. И количество гостей 80 человек. И это реально? Есть варианты? Да, есть хорошие варианты, и как раз мы сейчас будем разбирать на примере зала. Кстати, по вместимости. Очень часто сталкиваюсь с тем, что в рекламных буклетах указывают большую вместимость, чем есть на самом деле. Не ленитесь сами визуально, оцените это, попросите показать вам схему рассадки гостей и расстановку столов. Уточните, сколько места остается на танцпол и для проведения программы. Не стесняйтесь посоветоваться с вашим ведущим. Действительно ли будет удобно в том или ином зале вам и вашим гостям? Как правило, мы знаем о залах и дадим нужный совет. Также не стоит забывать и об освещенности зала и интерьера. От этого зависит качество фото и видеоматериала. При выборе меню стоит обратить внимание на его разнообразие, так как в последнее время многие не едят майонезы, либо являются вегетарианцами и не употребляют мясо. У кого-то есть предпочтение по набору продуктов, поэтому у вас всегда должен быть выбор блюд. Также стоит найти время, прийти в кафе или ресторан, заказать пару блюд из основного меню и оценить качество продуктов и его приготовления. А также манеру подачи и самообслуживание в данном заведении. Если вас все устроило, только после этого делайте заказ на банкет. Дорогие женихи и невесты, не жалейте времени на подготовку к самому важному дню в вашей жизни. Не стесняйтесь спрашивать совет у фотографа, оператора или ведущего. Они непременно помогут сделать ваш праздник незабываемым. Следите за нашими передачами и до встречи на Первом Мирославском.